Привет, мои дорогие и любимые! Я рада вас видеть на моем канале. Меня зовут Юля и я живу в Анталии. Сегодня у нас рубрика «Ваши письма». Итак. Юля, здравствуйте. Решила поделиться с вами своей историей. Возможно, захотите ее записать для эфира. В данный момент нахожусь на пятом месяце беременности. В начале осени жду девочку. Я вас поздравляю. Я верующий человек и понимаю, что на все воля Божья. Но тем не менее хочется услышать мнение, слова поддержки или какой-то совет. У меня был друг детства, он сын моей крестной матери. Мы общались, потом пути разошлись, выросли. Он уехал в Америку осуществлять свою мечту – стать пилотом. Нашел меня в соцсетях, предложил встретиться после многих лет, когда мы не общались и не виделись. Тогда я была моложе. Не рассмотрела в нем перспективного ухажера, да и об Америке не думала. Вообщем, его ухаживание я принимала, но взаимных чувств с моей стороны не случилось. Потом он получил green card и уехал на ПНЖ. Спустя какое-то время он снова нашел меня в соцсетях. Прошло лет 5, наверное. Мы стали переписываться, потом созваниваться. Каждый день он звонил, говорил о серьезности своих намерений. Я поумнела и мне уже хотелось стать его девушкой, но расстояние сыграло роль и его слова, к сожалению, были только словами. Время шло, нашей встречи так и не случилось. И постепенно общение сошло на нет. Когда я поставила ему условие, либо мы находим возможность увидеться и развивать отношения, либо прекращаем, так как на тот момент наш онлайн роман делился уже почти полгода. Для него на тот момент была важна карьера, как мне казалось. Он не делал усилий для развития наших отношений, а от меня мало что зависело в тот момент. Потом происходит горькое событие. У него умирает внезапно отец. Родители жили в Москве. Он прилетает срочно в Москву. Мы увиделись на похоронах. Я поддерживаю его как могла. Несколько дней мы виделись. Я его пригласила в гости, но интимной близости не было, так как на следующий день он улетал и сказал, что это неправильно. Но чувства вспыхнули снова силой. И онлайн роман завертелся вновь. Через несколько месяцев мы снова решили прийти, пришли в точку невозврата. Я даже не понимаю, почему увидеться в Европе снова не получилось. Он стал реже и реже писать. И я уже совсем обиделась и наше общение прервалось. Моя жизнь пошла без него. Я забыла. У меня были новые ухажеры, свидания, работа. Потом я узнала, что у него появилась девушка в Москве, в которой у него быстро закрутились отношения. И пошло все как по маслу. Все, о чем он говорил мне, осуществил с ней. Встречи в Европе и конкретные планы на будущее. Она нашла язык с его мамой, которая продолжала жить в Москве. Они вместе ездили за город и мечтали, как будут жить в Америке втроем. Как ни странно, но он начал снова мне звонить и писать, типа по-дружески. Но не стеснялся говорить, что скучает и хочет нашей встречи. Потом наступило летом, июнь 2019. Он приехал в Москву ненадолго, и мы увиделись. Я знала, что он не свободен, но у нас случилось непоправимое. Я понимала, что это неправильно, но эмоции захлестнули нас. Он говорил, что мечтал об этом с детства. На мой вопрос о его девушке он ответил, что у них все чудесно. И как я могла так обманываться? У меня были розовые очки на его счет. Мне он даже тогда казался принцем. Он снова летел, и его звонки и смс стали еще более частыми, сообщения откровенными. В какой-то момент я попросила его не писать никаких вещей, так как он не свободен. На что он ответил, что не может с собой совладать. И вот перед Новым годом он приезжает на внезапный долгий отпуск в Москву. Мы виделись всего 4 раза, и наша близость случилась снова. На этот момент я сильно мучилась, каялась, говорила с батюшкой. Мне было тяжело от этого искушения, но мне не удалось его побороть. А он даже не пытался. Его слова о том, что он боится причинить мне боль, были лишь словами. Это я сейчас понимаю. 27 декабря я узнала, что в положении. Сразу рассказала об этом ему. Он был в шоке, хотя все было по обоюдному согласию и полной программе. Не знаю, чего он ожидал, но говорил, что не думал головой. Ну вообще мужчины, если честно, вообще в этот момент не думать головой. У них или здесь все, или мозги идут вниз. То есть это он даже честно сказал. Я сейчас его не защищаю, но то, что есть, девочки, вы должны помнить, что в этот момент то, что мужчина обещает в момент, когда ему что-то хочется, вы не должны слышать вообще и верить, и слушать. Даже ему это не входит как во грех, потому что у них отключается, у них все бежит туда, у них не остается там. Там может одна извилина, и то ей она не остается. Ничего там не остается. Так что они могут что хочешь обещать. Намекнул мне об аборте. Я сказал, что об этом речи быть не может. И все. На прощание он меня поцеловал и крепко огнял. И больше мы не виделись. Я очень переживала. Он не позвонил в Новый год. И на день рождения, который у меня сразу после прислал лишь смс. Перед отлетом в США он даже не попрощался. Все дни проводил с мамой и своей девушкой. Она, конечно, не в курсе. Я очень ждала его смс-звонка. Сама написала лишь дважды, получив сухой ответ и дежурный вопрос о своем самочувствии. Сильно больно от того, что его мать, моя крюстная, тоже была против и говорила об аборте. Они поговорили с моей мамой, подруги с детства. Она перестала с нами общаться. Сказала, что каждый получил, что хотел. Вскоре она улетела к сыну в США. Своей девушке он оформил визу невесты. Вчера я узнала, что она уже там. И, скорее всего, они поженятся. Рада еще не затянулась. Мне сложно об этом говорить. Слава Богу, беременность проходит хорошо. Мне очень поддерживает мои родители. Но живу я одна, и родители уже сильно пожилые. Сначала я была против общения с ним. Не хотела даже думать об этом. Бог ему судья. Но ведь мне будет тяжело финансово. И я не о себе думаю в этот момент. И многие мне советуют подавать на алименты. Я понимаю, что это, скорее всего, практически невозможно. И очень сложно. Я надеюсь, удастся с ним полюбовно решить этот вопрос. Но, скорее всего, он будет давать заднюю. И я, как представлю, что придется ему звонить и что-то просить, мне становится тошно. Во мне борются два чувства. Оставить его в покое и бороться. Кстати, и здесь она пишет, что ей посоветовал батюшка. Смотрите, я это письмо отвечаю сейчас, потому что реально девочка беременна. Она очень много написала. Она реально ждет ответ. Но, честно говоря, если вы хотите узнать мое мнение, чтобы я дала совет, не надо писать мнение кого-то еще. В особенности священников. И я не могу после этого отвечать. Что бы ни сказал священник, я не могу перечить как-то ему. Я не могу обсуждать его слова. И по-правильному было бы сказать извините, и я не могу дать ответ. И если кто-то будет писать письма, вот такие красивые, развернутые, но там будут слова, которые вам посоветовал священник, я отвечать на эти письма не буду, потому что это грех. Я не буду засчитывать, что сказала батюшка. Я все-таки отвечу на это письмо, потому что девочка ждет, и она в таком положении, что я понимаю, что ей нужен совет. Но что бы вы мне не написали еще раз, если будут слова батюшки, я это письмо отвечать не буду. Я не буду грешить. Я не знаю, как поступить. Юль, сейчас самое главное здоровье ребенка, и мое, и чтобы он родился здоровым. Но думать надо об этом уже сейчас. По мне два чувства, никогда больше с ним не говорить, не видеть и даже не сообщать о рождении. И второе, сказать, позвонить, призвать к ответственности и возможности хоть как-то участвовать в жизни ребенка. Ведь он не умер, он же жив, здоров. И я хочу, чтобы ребенок знал, кто его отец. Извините за длинное письмо. Если важен возраст, мне 34, ему 42. Он был женат один раз, венчан, но детей нет. Обсуждать, что неправильно сделала, наверное, конечно, надо для того, чтобы девочки, которые молоденькие, понимали, в чем проблема, почему все-таки они не сошлись. То есть, понятно, что страсть была, любовь была. У него с детства, я уверена, что мечтал, чтобы они были вместе. Но понимаете, в чем дело у мужчин, если вы знакомитесь с мужчиной, и в первый год его ухаживания вы не поженились, максимум полтора года, то в большинстве случаев потом он женится только потому, что должен, потому что его там вы замучили, или там ответственность, родители говорят уже женись, женись, у них хватает запаса страсти на год. То есть, если за этот год у него появилось бешеное желание, все, я хочу жениться на ней, вот такое, понимаете, он женится. Если вы это упустили, вы затормозили его, или дали отпор, или, ну, не знаю, что вы там сделали, все, он дальше по инерции идет, ему так тоже нормально, у него угасает вот эта страсть, и уже, в принципе, ну, онлайн, я всегда говорю, знакомиться сейчас в интернете, все знакомятся, это, ну, никуда от этого не денешься, но переписываться полгода, это утопия, это утопия. Вы переписываетесь буквально там пару фраз, человек хочет увидеть, он приезжает и разговаривает с вами, идет на свидание, вы друг друга видите, это да. Но переписываться онлайн, он может еще десяти девушкам писать. Мужчина ценит девушку, когда он за ней ухаживает, когда, извините, он вкладывает свои инвестиции, он ценит свои инвестиции. Он скажет, да я столько потратился и время, и денег, и все, я не буду за второй раз где-то так ухаживать, я ее беру. Это я шучу, но в каждой шутке есть доля правды. Насколько он вам что-то придумал, что-то сделал, какие-то поступки, какие-то подарки, это все собирается в копилочку семейной жизни. Вы потом это будете в старости вспоминать, вы будете это вспоминать, вот эти моменты, когда вы поссоритесь и такие думаете, это же он тогда цветы такие красивые подарил, понимаете? И он даже вспомнит, ну, то есть, вот этот период ухаживания, это самое ценное, поверьте, что будет в вашей жизни. Потом пойдут будни, и это тоже будет классно. Но вот эта, вот эта, изюминка на тортике, да, ну, изюминка там и в другом есть, когда вы все-таки до свадьбы не спите, я вам 300 раз об этом говорю, еще раз повторюсь, когда мужчина берет за вас ответственность, да, вы замуж вышли, тогда, пожалуйста. Ну, или уже все, заявление отнесли, гости приглашены, ну, уже все, не выдержали, ладно, спите. То есть, до этого он не взял ответственность. Как этот написал? Я не подумал, серьезно, ты не подумал, ты не знал, что от этого появляются дети. Мне кажется, уже самый маленький ребенок знает, от чего появляются дети. Но у мужчин так это работает, когда в момент страсти у них отключается голова. И вам честно скажу, им даже это в грех не будет, потому что у них отключка полнейшая голова. Там встала, тут просто вылетела, его нет. А если он с детства мечтал об этой девушке? Мечта детства. Почему ее не осуществить? Да, она давала отпор. То есть, чем больше девушка дает отпор, тем больше хочется. Но вот эта переписка 6 месяцев, ну, все, страсть угасает. Вы не можете давать столько времени в пустоту. У вас оно ценное. Плюс человек понимает, так, она со мной переписывается. Я ничего не делаю, вообще ничего не делаю. Просто сижу в интернете, пишу. И она, о, и тут прибежала, и тут прибежала, и тут прибежала. Она дает эмоции. Что женщина дает мужчине? Эмоции. Мы в 9 раз эмоционально сильнее, чем мужчины. У них, ну, что так здесь, так природа придумала. А мужчина что дает? Ничего, ссыдать, пышать. И он думает, он не ценит этого. Он этого не ценит. А вы влюбились уже во что? В то, что человек не... Мужчина ценится поступками. По-ступ-ка-ми. Не словами. Слова вот так. Та-да-там-тара. И варим макароны по-флотски. Очень вкусно, но не слушаем этого. Только поступки. Не получилось в Европу приехать. Ой, а мне не получилось в скайп выйти. Ой, завтра тоже иду с толиком на свидание. А послезавтра с Вася иду на свидание. А потом с девочками в кино. Ну, да, занято, да. Как это занято? А я же в скайпе. Ну, ты сиди в скайпе. Ну, у тебя же не получилось в Европу приехать на встречу. Ну, у меня тоже не получается. Он не ценит. Если он видит конкуренцию... Я не... Еще раз повторюсь. Сейчас кто-то скажет. О, пошла, уже 20 кавалеров. И она с ними не спит. Она просто ходит на свидание. Конкуренция. Только конкуренция может вызвать какие-то поступки. Если он знает, что вы будете сидеть, вот это, кожан вечер его ждать в онлайне. Мужчина-охотник. За кем охотится? Здесь уже лань пришла и сидеть. Даже ружье не надо вынимать. Нету конкуренции никакой. Возможно, когда вы были моложе, была конкуренция, он это видел, ему хотелось. И у него это осталось желание. Но сейчас полгода просидели в онлайне. Ну, ладно, уже знаете. Ну, вспыхнули, потому что реально была в детстве мечта. То есть, вот эта самая большая ошибка девчонок, ну, вы хоть полгода, люди есть годами сидят в онлайне и ждут, что их замуж возьмут. Один раз съездили, встретились в Европу, и опять 4 года сидит человек. И такое бывает. И такое я слышала. То есть, это, конечно, было прикрывать эту лавочку. Не вышла в Европе. Слушай, капец. Вони тоже не получаются выйти в скайп. Не получаются. Ну, никак. Так а занято-занято. И реально быть занятой не придумать. А идти встречаться с кавалером. Что это за приклеилось до одного кавалера? И то непонятно, Дэвин. У вас должно быть масса кавалера. Дальше. Ну, приехала. У него девушка. Все. Перевернули страницу и больше туда не заглядывали. Что значит написал? В смысле написал? Что ты пишешь? У тебя девушка есть? Нет. Смотрите. Если жена там вообще даже не оговаривается. То есть, пока не разведешься, можешь не подходить, ничего не говорить. Ты пустое место. Мужчина женатый для вас абсолютно пустое место. Даже если ваша подружка идет с мужем, и она вас не знакомит, вы не улыбаетесь и не здороваетесь. Вы этого человека не знаете. Вы говорите с подругой. Это не есть некультурно. Это ее муж. Она захочет познакомить, она не хочет знакомить. То есть, ну, это девушка. Да. У вас есть, у вас был шанс быть вместе. Потому что девушка это не жена. Естественно. Но спать. В смысле? То есть, он должен был начать за вами ухаживать. Так же, как и у девушки может быть куча кавалеров. Она может пойти на свидание там, там. Она так выбирает себе. Некоторые отваливаются. Не понимают, что текста не будет. Зачем она им надо? Они отвалились. Остается пару человек. Потом один. Но это реальная жизнь, а не онлайн. Реальная. То есть, если бы он хотел опять с вами иметь что-то. Он пишет. Коротко. Ты хочешь что-то опять закрутить? Пожалуйста, приезжай, встречаемся. Приехал, начал встречаться, начал ухаживать? Да. Не начал ухаживать. Просто забежал на часик. Чтобы... Ты что это? Это кто я тебе такая? Что ты сейчас забежал на часик? А как девушка? Хорошо у нас, чудесно все. То валы. Валы далеко. И даже не оглядывайся. И быстро-быстро. То есть, эту ошибку поняли, да, девочки? Я сейчас не автору письма говорю. Сейчас нечего, да, после боя махать. Я говорю тем, кто еще у него всех впереди. И поверьте, у многих так. Это спасибо девочке, которая написала. Потому что своим примером она показывает, до чего может дойти вот эти онлайн-переписки на долго затянувшийся период. Даже если вы знаете человека, перед этим знали. Что сейчас делать? У вас сейчас такое счастье. У вас такая красотуля. У вас будет дочь. У вас будет дочь. У вас будет принцессочка. Какая будет копия вас. Или копия папы. Это будет, это Божий подарок. Это очень ценно. Это самый большой подарок, который может подарить вам Бог. И может кто-то не знает. Я еще расскажу. Если Бог посылает ребенка, он посылает с ребенком его доставок. Будет это приносить папа. Или будут какие-то другие источники дохода. Ребенок получит не больше, не меньше. Только то, что ему положено. Все. То есть будете вы ему звонить, выбивать эти деньги. Малым будет в месяц сумма, скажем так, 300 долларов. Не будете вы выбивать эти деньги. У малого все равно будут эти 300 долларов. Потому что он с ними пришел сюда, в этот мир. Поймите. Так устроено. Бог не отпускает душу ребенка без какого-либо капитала. У вас он так же был. То есть некоторые люди могут его за пару лет спустить. Некоторые поднимают духовный уровень. Еще больше его делают. И такое тоже может быть. Но не надо бояться, что у ребенка не будет за что-то жить. У него не будет ни больше, ни меньше. Я не говорю сейчас все такие. О, так я буду одинокая мама. Хорошо. Сейчас не надо ни папа, ничего. Нет. Это, конечно, очень плохо, если нет пап. Потому что полная семья есть полная семья. Ребенок будет знать, как строить свою жизнь. Как строить свою семью. После такой семьи, конечно, у него будет непонятно, почему так. Заставлять звонить ему, унижаться. Это даже не гордыня. Кто-то скажет, это гордыня. Надо за ребенка потом быть. Это не гордыня. Ну, вы поймите, насильно мил не будешь. Как вы можете уговорить человека, который бросил беременную девушку, чтобы он выплачивал какие-то деньги. Вы понимаете, с какой подачи это будет? Даже если он будет платить. Пусть только отстанет от меня. Пусть получит. Я говорю, вы думаете, эти деньги будут во благость вам идти? Нет. Не будут. Деньги, которые положены ребенка, они придут и так. Вы даже не поймете, откуда. Честно, приходит. Иногда вот, да ладно, подвернулась там какая-то работа такая вообще легкая. Ну, это не то. Это потому что Бог видит, сейчас вот тебе положено это. И вот таким способом тебе это положено. Будет у него это. Я не считаю, что лучший вариант. Оставьте его. Понятно, что ему это, конечно, как сказать, откликнется. Просто так ничего не проходит. Это, конечно, Бог ему потом пойдут. Не буду я говорить, предсказывать, да, что может быть, но ничего хорошего. Мужчинам, которые бросают женщин беременных, ничего хорошего не светит. Никакая блестящая карьера, никакая хорошая семейная жизнь. Это не светит. Но, возможно, если вы сейчас не будете его трогать, в какой-то момент своей жизни он осознает и подумает, да ладно, я такая сволочь, я такое мог сделать, это же мой ребенок. И он сам позвонит и скажет, солнышко, я, прости меня, пожалуйста, я хочу помочь вам. И он вышлет эти деньги. Но это будет другая подача. Эти деньги будут во благо. И, возможно, он когда-то приедет и скажет, я хочу увидеть сына. Ой, господи, сына. Что это, у меня дочка, но я хочу побачить сына. Так, Юля, я хочу увидеть свою принцессочку. Пожалуйста. Но это будет с его подачи. Понимаете, от него будет это идти. А не так. Ты должен. Никто, никому, ничего не должен в этом мире. То, что человек потом расплачивается за свои грехи, это другое. Но он ничего не должен. Он будет отвечать перед Богом. Ну, ответ будет очень строг. Но, как сказать, он же не только, не только он в этом виноват. Не только он в этом виноват. Я сейчас не буду говорить, он или не он, но Бог знал, что посылает ребёночка на ваше счастье. И, возможно, если вы сейчас не так, я его не буду трогать. Пусть ему потом пойдёт расплата. Нет, вы должны молиться и понимать, Бог вам послал ребёночка через него. Вы должны быть благодарны и ему тоже, что будет красотулечка, будет пупсик в этой жизни. Бог, видя то, что вы прошли вот это, он вам пошлёт хорошего мужа. И этот муж будет в сто раз больше любить этого ребёночка. Поверьте, у неё есть знакомая, которая, дотя, которая не его. Она это знает. Мама сказала, потому что она говорит, ну, бывший может прийти рассказать, зачем, чтобы у ребёнка была травма. Она папу этого любит так, что она больше любит папу, чем маму. Знает то, что она не родная. Вам вообще не обязательно говорить этого. Я не думаю, что кто-то придёт потом претензии предъявлять. Папа – это тот, кто воспитывает, не тот, кто дал семя, не тот. Ещё издревле это считалось. Тот, кто воспитывает, это папа. И Бог увидит, всё, она прошла. Она с благодарностью относится к тому, что я ей даю. Я ей дам хорошего мужа. Да, она, возможно, что-то сделала не так. А, возможно, промысел Божий никто не знает. Возможно, так и должно было быть, что семя от него, а папа совсем другой. Мы не знаем, как Бог нам. У него такие бывают разные, что ты думаешь, да ладно, разве так может быть? Он настолько добрый, поверьте. Он настолько милостивый. Он настолько вас любит. Он подарил эту принцессочку. И я надеюсь, роды пройдут хорошо. Но вы должны наполнить соблагодарность этому мужчине, который дал вам это семя. И отпустить, и ни в коем случае не держать обиду. Потому что, к сожалению, мама, если держит обиду на папу-ребёнка, она начинает на ребёнке вот эту злость выкидывать. Она не понимает этого. Она находит причины. Не там села, не так встала, не тот ещё. И она кричит на этого ребёнка. На самом деле она хочет накричать на мужа. Но бедный ребёнок попал, называется, под горячую руку. Вот, то есть, только благодарность за всё. Этому мужчине, Богу, за то, что ты такая принцессочка будешь. Ай, я принцессочка. Это такая прелесть. Я за вас очень рада. Поверьте, то, что вы сделали, привело вас к счастью. Представляете, если вы сделали аборт. Поверьте, вы молодец, что вы этого не сделали. Убийство маленького человека. Маленького – это человек. Это полностью душа пришла. Всё. Это то же самое, что застрелить взрослого человека, сделать аборт. Это очень страшно. И вы представляете, вы бы хотели иметь мужа, который вам это сказал. Вы реально хотели бы иметь такого человека возле себя, который свою доченьку захотел убить. И я очень сомневаюсь. То есть, вы ещё не осознаёте, у вас гормоны, которые защищают от стресса. А вы подумайте, этот человек хотел убить другого человека. Зачем он вам? Бог вас забирает от него, потому что во всём проявилось. В таких, вообще-то, случаях проявляется как раз-таки мужчина. И он проявился. Вам не надо такой человек. Зачем? Он может предать в любой момент. Он родного ребёнка без зазрения совести хотел убить. Он не предаст? Конечно, он предаст любого человека. То есть, честно. Я вас поздравляю с такой красотулечкой маленькой. И у вас будет то, что положено ребёнку, оно будет. И я вам желаю, чтобы у вас был хороший муж. Отличный папа для этой красотулечки, для этой принцессочки. И если вы молитесь Богу, вы с благодарностью относитесь ко всему, что у вас есть, поверьте, этот ребёнок будет жить в достатке. Вы сами потом удивитесь, как такое может быть. Но только чистосердечно вы должны это почувствовать. Тогда всё будет хорошо. Я вас люблю, целую, обнимаю. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Юлечка задала, как всегда. И, конечно, жду нас в своих прямых эфирах, которые проходят каждый день в 7 часов вечера. И всего вам самого хорошего. И крепкого-крепкого здоровечка. Редактор субтитров А.Семкин